День с толком Инспектор рядом с водителем Мы выяснили, как точно изменятся правила сдачи экзамена на водительские права Тайная стала общеизвестным Что все-таки строят на озере Варежка в поселке Южный? У нас жених, у вас невеста В алтайском центре редких птиц тайгун ждут самку кречета из Заполярья Достраивать проблемный ЖК Парковый будет компания «Адолинстрой» Об этом стало известно на совещании в Барнольской мэрии Уже на следующей неделе с новым подрядчиком подпишут договор и сформируют график работ По плану приступать к работам должны также на следующей неделе Речь идет о завершении строительства только на третий блок секции Отметим, это уже второй по счету подрядчик, который берется за достройку жилого комплекса Как пояснил гендиректор Барнол Капстроя, предыдущий сорвал все допустимые сроки Продолжим темой, которую на этой неделе уже затрагивали И она вызвала большой резонанс среди наших телезрителей Петр Гришин, отец-одиночка, воспитывающий сына с ДЦП, не может найти подходящую для него работу Ребенка просто не с кем оставить, но в Центре занятости нас сегодня заверили, что варианты у мужчины все же есть Напомним, Петр остался с сыном-инвалидом один после смерти супруги от коронавируса в октябре 2020 года Ему пришлось уйти с работы, чтобы сидеть с ребенком и возить его на реабилитацию в Москву Семью кормит сестра мужчины А специалисты Центра занятости объясняют, с учетом желаемого графика работы и специальностей А Петр техник, в Барнауле для него работы нет Поэтому вакансию удаленной работы мужчины будут искать теперь уже за границами края Кроме того, у Петра есть вариант пройти бесплатное переобучение в Центре занятости Либо заняться собственным делом Петр Михайлович очень заинтересовался этим предложением Также в ходе беседы возникла идея приобретения специальной техники Это мини-трактор Так как он живет в селе, то в принципе оказание услуг населению на специальной технике актуально Бизнес-план поможем составить, если необходимо обучение какое-то дополнительное пройти Также специалист подчеркнула, что пока Петру Гришину официально предложили лишь одну вакансию Это значит, что один отказ не может повлечь отмену пособия по безработице Сам Петр нам рассказал, что после выхода сюжета активизировались многие службы На него свалилось много информации А сейчас он занят оформлением документов ребенка для очередной реабилитации И кстати, прокуратура города проводит свою проверку Она должна оценить работу специалистов Центра занятости, Фонда соцстрахования, соцуправления и врачей Ответ, наконец, получен и в этой истории Что строят на озере Варежка в поселке Южный Тему бурно обсуждали всю неделю и горожане, и журналисты Напомним, середины месяца жители поселка наблюдают за неизвестным строительством Слухов, вокруг которого много Анара Шагирова расскажет подробнее Горы песка появились на берегу озера Варежка в начале марта Тогда же здесь поставили шлагбаум и завезли технику По словам местных, стало понятно Намечается большая стройка Протягивают трубы, повыпиливали у нас березы, которые достаточно долго здесь росли Да, и въезд загорозили на озеро, ну, со стороны гаражей Подбираться к озеру местным, собственно, и незачем Оно давно обмелело и обросло камышом Разве что летом на берегу собираются отдыхающие Оставленную коллекцию тары из-под горячительного Ради приличия показывать не станем А вот любители зимних забав нашли высокому склону применения В целом же у жителей поселка Южного Простое человеческое любопытство о будущем Варежке Пока местные жители только догадываются, что будет на этом месте В социальных сетях ходят слухи, что здесь Собираются строить мини-скалодром, бани, экопарк, семейное кафе Работы здесь какие-то действительно идут Но никаких вывесок и баннеров о стройке нет Если здесь и появится что-то для семейного отдыха, говорят жители Южного, то они будут только рады Жаль лишь пострадавшие березки Разянувшись на Варежке вырубили несколько десятков деревьев В управлении имущественных отношений края нам пояснили В январе этого года в ходе аукциона местный предприниматель получил право на 8-летнюю аренду этого участка Здесь, по словам ведомства, он собирается построить туристический объект Он только сейчас готовит площадь, участка себе, для того, чтобы там что-то разместить Конкретно он это будет уточнять при рассмотрении вопроса о получении разрешительной документации на строительство С учетом обсуждения в прессе, известно, что там будут какие-то объекты Но конкретно какие, это нужно будет смотреть, когда уже будет выдано разрешение на строительство Сейчас побережье Варежки вывозят скопившийся за много лет мусор А в скором будущем, теперь точно известно, здесь появится комфортное место для отдыха Как жителей поселка Южного, так и для всех барнаульцев Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов, День с толком Одна из самых громких тем уходящей недели – новые правила сдачи экзамена на водительские права Они вступают в силу 1 апреля, то есть уже в следующий четверг Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина Она, наконец, расскажет про все изменения Ира, привет! Какие радикальные перемены ждут будущих водителей? Привет, Андрей! Сегодня мы получили официальный комментарий от ГИБДД Сегодня, буквально в эти минуты, в ГИБДД уже разъясняют новые правила для руководителей автошкол Итак, изменения коснутся только практической части В теоретической все так же 20 вопросов Напомним, сейчас экзамен проходит в три этапа Теория, автодром и город С 1 апреля отдельного экзамена на автодроме не будет Его объединят вместе с городом Еще одно интересное нововведение На экзамене инспектор будет сидеть за дублирующими педалями То есть на месте учителя Мне непонятно, как инспектор должен контролировать действия экзаменуемого Отмечать все ошибки в протоколах И следить одновременно за безопасностью дорожного движения Вот для меня это самый, наверное, страшный и непонятный пункт Почему это допустили Также по согласованию с будущим водителем В машине могут находиться инструктор, а также общественный наблюдатель Так в ГИБДД хотят избежать каких-либо упреков в экзамене с пристрастием Но и это еще не все Основным нововведением является то, что фигуры, которые раньше выполнялись кандидатами в водителями на автодроме Будут выполняться в условиях реального дорожного движения По разметке, которая имеется у нас в городе То есть конусов вообще не будет? Конусов не будет Люди будут сразу учиться и сдавать именно по разметке, которая в реальной жизни? И здесь тяжелее всех будет ученикам, которые оказались на стыке двух регламентов Если, например, будущий водитель сдает экзамен сегодня и проваливает его То перездача уже будет проходить по новым правилам в апреле Но есть исключения Постановка транспортного средства задним ходом с поворотом на 90 градусов Параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве Либо остановка на подъеме Если кандидат в водители уже до 1 апреля сдал эти элементы на автодроме То с 1 апреля проверка этих элементов в ходе экзамена осуществляться уже не будет То есть он выполняет те элементы, которые предусмотрены для выполнения в условиях городского движения Кстати, только в Барнауле в прошлом году было подготовлено 13 тысяч кандидатов в водители Большую настороженность, конечно, вызывает то обстоятельство, что ежегодно отмечается падение процентов по результатам сдачи экзаменов в условиях города ГИБДД это связывает в первую очередь с качеством обучения В конце добавлю, что ознакомиться с рейтингом автошкол можно на сайте госавтоинспекции В Барнауле с приходом весны снова начал таять не только снег, но и асфальт Сегодня утром на одной из проезжих частей города образовалась яма В этот раз городские коммунальщики, аварийные службы водоканала и Барнаульской теплосетевой компании сработали оперативно Оградили опасный участок дороги в районе Попова-Власихинская специальными знаками и провели ремонтные работы Проблему удалось устранить уже к обеду А в одном из районов Барнаула почти неделю не могут решить локальную коммунальную проблему На канализационном колодце провалился люк, трещину дала плита, которая его держала Но устранение проблемы затянулось Я с балкона убирал снег, вот случайно, у меня вон балкон на третьем этаже Я увидел дыру, представьте белый снег, вот такая черная дыра Почти портал в потусторонний мир разверся под окнами Василия В понедельник он обнаружил, что канализационный люк провалился в колодец Уже пятница, а люк все там Что там за комитет у вас в Барнауле? Среда, четверг, пятница вы не можете рассмотреть Три дня, пустяшный вопрос Позвонил по старым работам, все, 7,5 тысяч примерно Все эти работы Для мужчины спасти люк не вопрос принципа Этот канализационный колодец стоит на территории дома Василия И он полонечистот, спасибо, что не через верх Стоки перестали уходить как раз после обрушения на соседнем колодце Люком могло там все перекрыть Он тяжелый, большой люк Вот он где-то сантиметров, наверное, 60 в диаметре Он упал туда, я же не знаю, где он что закрыл Если он упадет на вот этот слив, а там же, ну что, трубы Тем более по ним это не чисто, там сочится по чуть-чуть То есть она упала вот как-то неудачно Все неделю супруги льют воду по стройке Но как только стирка, из раковин сразу идет пена И в таком положении несколько домов После звонка Татьяны сюда приехали сотрудники водоканала Оценили масштаб работ и уехали Пояснив, что коммуникации не на их балансе Поэтому сейчас проблему решает местная администрация И такое не впервые Был один раз вопрос уже такой Что они писали письмо с гарантией оплаты Приезжала машина и чистила Но тогда не было вот такой проблемы, что упала крышка Ну а с другой стороны, а с кого брать платы? Канализация, она не частная Когда была она моя частная Я знаете, когда вот эти проблемы закрыли Мы один раз почти 8 тысяч заплатили Потому что оно пока стояло, там заилилось И на днях проблема действительно сдвинулась с места Дыру прикрыли Привезли он тут поддон Мы положим вот это, ну положите А дайте нам полончик, три штуки Мы вот линты еще обернем Ну пошел в гараж сходил, принес На тебе, что еще дать? А провести полный спектр работ должны на этой неделе Во всяком случае, так обещали власти Иначе неровен час и жизнедеятельность поднимется наверх Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком И второй день подряд возвращаемся к теме снега Бийского После нас хоть потоп, похожие бийские управляющие компании Чиновники живут по такому принципу Бийчане возмущены снегосвалками Которые устраивают вдоль стен многоквартирных домов Жильцы боятся разрушения фундамента и стен А обслуживающие организации винят аномальную снежную зиму Бийчане возмущены снегосвалками Которые появились вдоль стен многоквартирных домов Действительно, практически все бийские улицы и дворы Несмотря на конец марта, больше напоминают снежные городки При этом не вывозят снег от домов Как коммунальщики, так и управляющие компании Они весь снег с дороги, с ротуаров двигают к стенам Потом снег этот тает, все в подвал уходит Сколько можно терпеть? При советской власти так не было Высота снежных сугробов часто закрывает окна первого этажа Такую картину сейчас можно наблюдать в разных микрорайонах Бийска По словам горожан, они боятся, что после таяния Вода окажет разрушительное действие на фундамент Это подтверждают и специалисты А поскольку у нас температуры попеременные Оттаивание и замораживание в весенние и осенние периоды Поэтому стены начинают разрушаться Особенно страдают кирпичные стены Особенно страдают цоколи Между тем, в Бийской администрации Складирование снега в черте города опасений не вызывает А управляющие компании, на которые поступает больше всего жалоб И вовсе говорят о технической невозможности вывоза снега Мол, имеющихся площадок для вывоза снега не хватает И они уже переполнены Однако заставить убирать снег поможет жилинспекция Для того, чтобы жилищная инспекция осуществила надзор За надлежащим содержанием на триквостального проезда У них должно быть основание То есть это обращение либо граждан, либо иного полномоченного лица То есть это орган местного управления, либо представителя собственников При этом крайними опять остаются обычные бейчане Заплатив за текущее содержание жилья Им кроме финансов придется потратить и личное время Чтобы стимулировать обслуживающие организации выполнять свою работу Ксения Цапкова, Иван Дяблецкий, День с толком Завтра международный день нефролога Это очередной повод поговорить о проблемах диагностики, лечения И профилактики заболеваний почек Часто бывает, что фильтр организма дает сбои уже в детском возрасте Насколько чаще дети стали подвержены болезням почек И как не упустить ценное время, чтобы ребенок не стал инвалидом Расскажем далее Уже 13 лет они постоянные посетители Центра охраны материнства и детства С рождения у Дениса нарушение функции почек Сам ребенок, нефрологи, урологи и, конечно, мама Проделали огромную работу Сейчас осталась одна почка и на той осложнение Врачи готовят организм подростка к серьезной операции Ждет нас большая операция по пересадке почки То есть в ближайшем у нас будет пересадка почки Пока еще держимся из последних сил, ну, будет Семья ездит в Барнаул из Целинного района С таким сложным случаем могут справиться только здесь Нефрологическое отделение Центра охраны материнства и детства Единственное в крае занимается больными с хронической почечной недостаточностью Сюда поступают дети со сложными случаями Таких за последние десяток лет стало меньше Потому что лучше работают врачи в поликлиниках, то есть на ранних стадиях До обострений просто не доводят Но все-таки в легкой форме болезни почек у детей стали появляться чаще С каждым годом, то есть растет заболевание такими как обменные нефропатии Да, вот, это наш образ жизни, наше питание Вот, ну, естественно, это сказывается на том, что есть нарушение обмена То есть меняя солей, вот, и которые могут приводить к возникновению, как, то есть уже мочекаменной болезни Совет родителям от нефролога Если обнаружили какие-то изменения в здоровье ребенка, срочно его к педиатру А вот уже он пусть принимает решение Самому ввести ребенка к профильному специалисту, аллергологу или лору Потеря ценного времени А вот в случае с нашим героем Врачам остается сделать правильные расчеты И как бы собрать систему очистки организма заново А уже потом рассчитывать и собирать будет сам Денис Он любит лего и мечтает стать математиком Андрей Дриер, Дмитрий Денисов День с толком Необычную гостью ждут в Алтайском крае Краснокнижную птицу, самку Кречета, привезут из Заполярья В нашем центре содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц тайгун Ее ждет жених, Кречет Алтайский Анна Рашагирова с подробностями Эта история началась за Полярным кругом Птицу с окровавленным крылом нашли на одной из улиц в Мурманске Местные зооволонтеры сразу поняли Перед ними краснокнижная разновидность сокола Кречет По закону задержать такие виды дома нельзя Но одна из девушек, ветеринар по образованию Забрала птицу к себе, чтобы оказать первую помощь Она зашила раны и извлекла две свинцовые дробины Птица предстоит перелет на Алтай, но не самостоятельный На самолете ее доставит ветеринар В центре содержания и разведения и реабилитации редких хищных птиц тайгун Чужеземную невестку ждут не только все условия для комфортной жизни, но и жених Кречет Алтайский Директор центра рассказывает, что историю о раненой самке Кречета случайно узнал из соцсетей И написал девушке-ветеринару Данная доктор со мной консультировалась, вместе принимали какие-то решения И она сказала, говорит, я готов ее отправить вам, потому что у меня нет условий содержания С разрешения Росприводнадзора птица прилетит в Барнаул уже в апреле Сначала здесь проведут операцию Извлекут еще одну глубоко засевшую дробину Затем невестку ждет знакомство с женихом Самка Кречета примет участие в программе реинтродукции В ходе которой ее потомство вновь отправится на волю А вот заполярная красавица уже никогда не сможет бороздить воздух Эта птица, к сожалению, не выпускная Потому что у нее травма крыла, серьезная травма крыла Пришлось удалить некротизированную мышцу одну В условиях питомника в вольере птица жить сможет В природе, к сожалению, нет В центре тайгун есть балобаны, кречеты и сапсаны Все они представители соколиных Еще тут можно увидеть орлов Сюда пернатые попадают ранеными или после задержания контрабанды Сначала их ждет карантинник для реабилитации Затем птицы попадают в маточный комплекс и дают потомство Со временем молодое поколение отпускает на волю В день наступает взрослая самостоятельная жизнь Анна Рашегирова, Александр Антропов, День с толком Космонавтом он хотел стать с детства И не потому, что об этом мечтал в советское время каждый мальчик Его отец тоже космонавт Так что пример всегда был перед глазами Накануне очередной даты полета первого человека в космос Гостем технического университета был Сергей Волков Рассказал студентам об отце и о том, какая она – космическая жизнь Я даже ради этого полетел еще раз, чтобы вырастить томатофель в космосе Пшеницу мы выращивали, тоже очень интересно За плечами этого человека три космических экспедиции Научное открытие и долгие годы упорного труда Сергей Волков – первый в мире космонавт во втором поколении Его отец Александр – герой Советского Союза Из-за этого на Сергея всегда лежала особая ответственность Их часто сравнивали, и поэтому приходилось доказывать свою компетентность усиленно Но, по словам космонавта, это того стоило Ощущение полезности для страны Потому что все эксперименты, которые ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы потом это применялись знания В народном хозяйстве для разработки каких-то вакцин, для разработки каких-то методик Опять же, для лечения людей на земле Не на земле Сергей провел больше 500 дней К каждой экспедиции готовился много месяцев Это не так-то просто, особенно поначалу В космосе Волков занимался научными разработками Например, совместно с японскими коллегами на борту корабля вырастили гриб О космосе он пришел рассказать в технический университет Многие же в детстве мечтали мальчики быть космонавтом, полицейским И тут интересно, кем хотел стать Сергей Александрович Каково это вообще быть в космосе? Что самое страшное было в космосе? Это интересно узнать человека, который там побывал Очень интересный факт меня сделал, что 4 года прожил в Техасе Потому что совместная подготовка и все в таком духе Это очень интересно, то есть две великие державы вместе, объединенные, стремились к одной цели Любопытно, но сам Сергей сейчас работает на угледобывающем предприятии И там пригодились его познания Подрастающим поколением герой России рассказывал, до чего могут довести науки, пусть и технические Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком А на этом у меня все, спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205 545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях А через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эволар» Субтитры создавал DimaTorzok